МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 августа мы простились заслуженным артистам Кубани, режиссёрам, сценаристам и актёрам Сергеем Трегубовым. Мы – это не только его коллеги и друзья, это вся театральная общественность и все жители Кубани. Он создал лицо новогодней фантазии премьеры. Его вклад в развитие премьеры очень неоценим. Это целое направление. И то какое? Творческий путь Трегубова начался в 70-х, когда его приняли на работу в Краевой театр кукол. Но свою карьеру будущий актёр и режиссёр начал не с самой творческой должности – машиниста сцены. Любовь к искусству и безграничная преданность театру сделали своё дело. После окончания Ленинградского института театра музыки и кинематографии он уже блистал на сцене в ярких характерных образах в Новом театре кукол и во Дворце искусств премьера. – Да простит меня, Ола, мак-ква, 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 моё счастье в сундуках, мак-ква, 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 тот, кто не считает так, не считает так, тот глупее, чем и шаг, тот глупее, чем и шаг. Во-первых, легко работать было, потому что он фонтанировал идеями всегда. Это была полуимпровизация, новогодняя фантазия. Когда он выходил на сцену, все его партнеры выходили просто, извините, с мокрыми штанишками, потому что это было настолько смешно с ним работать и весело. Ай, разбойники, а! Какой умный, а! Какой сильный! Только одной силой веселину не освободить. Или ты какой секретный кред знаешь? А то! Мы не лыком шиты, не лаптым чихлебаем! Молчи, царевич! Почему молчи? Зачем молчи? Говорить надо, а! Нехорошо! Нехорошо, клянусь, честное слово, я ведь тоже веселину освободить хочу. Да только как это сделать? Я знаю! Молчи, царевич! Чего молчи, Степан? Ты же сам говорил, людям верить надо. Верь, верь мне, царевич! Ему не верь! Плохой человек не хочет веселину освободить, говори! Подайте-ка мне сюда сумки Степана! Нет! Есть, султан, есть у нас вода живая, что я раздобыл. Ну так вот, брызни на лицо веселине, и оживет она! Воду мне, воду! На Кубани его имя узнали в начале 90-х, когда Трегубов стал неизменным автором и постановщиком всех новогодних фантазий. На протяжении 15 лет истории доброго сказочника уносили маленьких зрителей в разные государства, на пиратские острова и в таинственные миры. А мы, дети мои, мирком, лотком, да за свадебком! Рыбка моя! Котик! А всеобщее увлечение придуманными им персонажами было настолько мощным, что и взрослые не переставали удивляться. На сказках Трегубова выросло не одно поколение зрителей, и каждый новый сценарий превращался в незабываемое шоу. Ты поймешь, поймешь, когда заметишь, а заметишь, сразу и поймешь, как ты этот Новый год свой встретишь, так его и проведешь. Это звезда словно песню нам поет, королевцы веселится весь народ. Он робко становился режиссером. Вот есть скромность у человека. Он мог, но он робел. Казалось, другие сделают лучше. И ни один режиссер, пока те, где новогодние фантазии, и автор не сделал так, как делал Трегубова. Я его всегда называл стихоплетом. Писал стихи моментально. Сколько я попросил у него, я говорю, Сережа, напиши мне стихи к Деду Морозу. Он здесь садился за пять минут уже писал. Какие он сценарии писал, какие он капустники писал. Это нельзя. Все увидите. Я все это видел. С комом мы споем куплеты. Будем петь, сколь силы хватит. Овации за это бухгалтерия оплатит. На фунге выступали и в гординке плясали. Где ж теперь, ядрен мать, нам развалины искать. Новые развалины. Говорят, что, Волочкова, скоро ты идешь к Тучкову. Надоело танцевать. Будет в куколки играть. Для многих коллег до сих пор остается загадкой. Откуда Трегубов брал идеи для знаменитых на весь край новогодних представлений премьеры. Хотя в одном из интервью сам автор признался. Нужно просто оставаться в душе ребенком. Я не сижу и точно начинаю думать, что я буду писать. А я просто начинаю фантазировать. Ну, как обычный мальчик. Ну-ка, расскажи сказку, свою сказку. И он тут же начинает придумывать все, что ему приходит на ум. Вот так же и меня. Просто потом идет отбор какой-то определенный. Ну и так далее. Шутник и балагур Трегубов всегда остро переживал волнующие страну события. Под впечатлением о трагедии в Беслане он за 15 минут написал текст пришедшего сня. Наша с Игорем Шишовым песня о Беслане, она дала какой-то новый, совершенно необычный импульс. Очень радуюсь, что она как-то пришлась по сердцу. Слова песни, исполненные Иосифом Кобзоном на концерте памяти жертвам Беслана, подняли весь зал вместе с первыми лицами страны. Эти строки и сегодня невозможно слушать без слез. Они до сих пор на устах тех, кому памятны ужасные сентябрьские дни 2004-го. Так не бывает, не плачут мужчины, так не краснеют под осень рябины. Так не пылают багровым огнем. Астры над первым сентябрьским днем. Так не бывает, в детей не стреляют. Сердце от черной беды замирает. Ты им последним пристанищем стал. Чёрный от копоти школьный спортзал. Словно ангелы летят, они над нами. Не поняв своей вины, не укрывшись от беды, эти дети, унесённые ветрами, не объявлены, не названы войны. Последней работой мастера стал музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством». Постановка настолько полюбилась краснодарской публике, что даже через 4 года после первого показа по-прежнему собирает неизменные аншлаги. Сердечно рад, любезная Солоха. Случаю погулять немного, ради чего и метели не устрашился. А уж я-то как рада. Пожалуйста, к столу, Осип Никифорович. Это можно. Ответайте, Осип Никифорович. И это можно. Что? А что? Что, ежели в сторонне лицо застанут особо моего звания, дойдёт тот закон... Господи, против, Господи, против, Господи, против. Простил? Он был лёгким во всём. Лёгким на сцене. Лёгким в том, как он репетировал. Лёгким в том, как он сочинял. Потому что началось всё с простых вещей, вроде бы с капустников, с поздравлений и так далее. А потом пошли сценарии. Душа компании любой. Его старались просто все заполучить, потому что от него шло тепло. Говорят, фантазёры и энтузиасты украшают мир, и в памяти потомков их имена остаются навсегда. То же можно сказать и о Сергее Трегубове. Человеке, который в жизни многих сыграл одну из главных ролей. По профессии артист. По призванию созидатель. Сказочник, который умел придумывать и воплощать чудо. Он всю жизнь дарил людям праздник. Спешил жить для других, порой забывая о себе. И главным делом всей своей жизни считал искусство радовать людей. Вы знаете, наверное, здесь можно было бы поставить точку. Но почему-то не хочется. Хочется поставить запятую. Потому что впереди ещё очень много. И самое главное – будущее. Воображение С tätä В violet Продолжение следует...